уважаемые участники олимпиады начинаем разбор второго тура 11 класса всего за данный тур вы могли получить 59 баллов эти баллы первичные далее они будут переведены по 100 бальной шкале задание первое да нет 5 высказываний с которой с которыми нужно было согласиться или не согласиться вы здесь видите правильные ответы и я думаю что по каждому вопросу не должно быть сомнений здесь все ответы верны далее второй вопрос вы видите ответ в ответе вы должны были указать вещи приравненные к недвижимым и представители региональных жюри посовещавших решили засчитывать также правильный ответ недвижимые вещи к сожалению нам было рекомендовано цпм к не засчитывать в качестве правильных ответов понятия недвижимость и недвижимое имущество переходим к третьему вопросу вам необходимо было определить политический институт функции которого указаны в задании и найти лишний лишнюю функцию я думаю это было несложно сделать ответ политическая партия и лишняя функция это взимание налогов здесь могла быть проблема не стоит . запятую это опечатка вы имели возможность задать вопрос по этому поводу вопросы были мы оперативно ответили что необходимо поставить точку запятой и большинство ребят выполнили задание правильно если вы указывали неправильный институт и институт этот был или общественно-политическое движение или даже если вы называли гражданское общество мы не защитывая первый вопрос защитовали второй потому что вы сумели понять что речь идет о негосударственных институтах и выделили лишнюю функцию правильно далее 4 вопрос который содержит в себе 4 вопроса и обратите внимание после задания указано что ответы должны быть прокомментированы поэтому полный балл за каждый вопрос можно было получить отвечая правильно да или нет и плюс должен быть комментарий например вопрос номер один кроме ответа да необходимо было пояснить что сосед правомерно находился на участке который принадлежал пенсионерки также дело обстоит со вторым и третьим ответом следующее задание 42 содержит четкие ответы четкие понятия и по-другому сформулировать эти юридические термины нельзя поэтому учитывались четкие формулировки далее экономическая задача в первом вопросе вам необходимо было ответить что герман михалыч слишком большую сумму инвестировал в инструменты с высоким риском поэтому нет далее вы должны были объяснить почему же вот эти вложения не выгодны следующая задача 524 вопроса вам необходимо было дать четкие формулировки в первом вопросе правильным ответом является только 6 процентов вы не могли дать ответ в сумме потому что четких сумм не было во втором вопросе вы должны были сказать о лицензии которая гарантирует надежность компании следующий ответ четко нет и в четвертом вопросе вам необходимо было указать характеристики финансовые пирамиды ну и естественно мы учитывали и другие правильные характеристики далее следует легкая логическая задача почти все правильно на нее ответили дали правильные ответы далее седьмое задание вам необходимо было определить направление государственной политики и правильным ответом являлась политика демографическая потому что в первой части большей речь сла шла о демографическом росте и если вы называли демографическую политику и правильно давали цитаты то вы получили максимальный балл максимальный балл за это задание 5 баллов но если вы указывали цитаты из последнего абзаца то конечно тут речь не совсем идет о демографической политике вот мы не засчитывали это как правильные аргументы правильные цитаты если же вы называли правильным ответом социальную политику это не правильный ответ но так как демографическая политика является частью социальной политики мы засчитывали правильные цитаты если же вы указывали другое направление политики например семейная политика то вообще не засчитывались в качестве правильных даже цитаты потому что это другое направление социальной политики государства далее восьмое задание необходимо было назвать термин время и далее выбрать цитату прокомментировать ее обратите внимание если вы неправильно указывали термин мы не имеем права давать баллы за комментарии по цитате обратите внимание что обоснование нужно было сделать в двух предложениях если вы формулировали обоснование в одном предложении это формальный критерий не засчитывать данный ответ следующее задание вам необходимо было проставить пропуски в тексте здесь есть четкие ответ и за каждый правильный подставленный термин вы получали один балл следующее задание 10 в первом вопросе вам необходимо было называть тенденцию и чаще всего вы называли рост доли среднего класса или снижение доли бедных это правильный ответ мы его засчитывали мы не засчитывали ответы где содержались лишь проценты а не была указана тенденция тенденция это направление развития второй вопрос вам необходимо было выбрать две группы и на основе данных нужно было определить как уровень материального положения российских граждан влияет на отмеченные ими причины бедности вам необходимо было выбрать две группы которые наиболее явно показывают эти отличия первая группа с доходом 25 45 тысяч рублей и вторая группа более 45 тысяч данный ответ нужно было построить на анализе именно этих групп потому что в этом задании наиболее четкая демаркация может быть проведена именно по тем категориям которые изложены в ключах это комментарий составителей если вы выбирали другие группы этот ответ к сожалению мы учитывать не могли и и третий вопрос в десятом задании прослеживается ли их связь между семейным положением граждан и границы бедности здесь ответ нет такой связи нет и ваши обоснования если вы правильно указали что связи нет мы смотрели обоснования и анализировали правильно или нет вы отвечаете если вы отвечали что связь есть то это уже неправильный ответ обоснования мы к сожалению не смотрим и так мы провели анализ вопросов и ответов задание 11 класса некоторые ответы могут вам показаться спорными и оспорить выставленный балл вы можете на апелляции но обращаю ваше внимание вы можете апеллировать к проверке то есть если в ключе стоит ответ вы зафиксировали такой же ответ но комиссия по каким-то причинам вам не выставила балл вот здесь конечно есть резон подавать на апелляцию и получить не выставленный балл если вы написали другой ответ то скорее всего на апелляции ничего не получится потому что вы апеллируете именно к проверке а не к ключам мы обсуждая с центральной комиссией тоже задавали некоторые вопросы и все изменения которые были внесены в ключи я прокомментировала что еще мы могли засчитывать в качестве правильного ответа а что к сожалению не могли поэтому если ваш ответ не совпадает с ключом здесь мы бессильны и мы не сможем дать вам балл если даже будем считать что вы в какой-то степени правы